Добрый день, друзья! Я хочу видеть вас гарнитурой с наушниками. Почему? Потому что я хочу видеть вас преуспевшими в этой стране, в этой жизни, в Австралии и всегда и везде. С вами канал Одна Австралия и я Александр Петров. Я был рад видеть Максима, когда в школе увидел, что у него один наушник на правом ухе. О чем это говорит? Это говорит о том, что человек в действительности хочет достичь самых высок, хочет знать английский язык. Для чего нам нужны эти наушники? Для чего нам нужна вот такая вот система, вот такой вот способ изучения английского языка? Не только для изучения английского языка. Я недавно заоплодил в себе некоторые программы, по которым я могу слушать аудиокниги, я могу разбираться в новостях, я могу слушать музыку, в зависимости от того, для чего я это все использую. Но первое, для чего вам нужны наушники, для чего вам нужна эта гарнитура, для того, чтобы выучить английский язык. Поймите, обучение английскому языку это обучение, которое является, собственно говоря, бизнесом. У нас все сейчас становится бизнесом и все смещается в сторону дорабатывания денег, а не дать вам самое лучшее, что имеется. Не забудьте, что австралийцы уже десятки лет не изучают английский язык, а просто изучают литературу. То есть подразумевается, что они должны выучить правила сами. Но это не так глупо, кстати, звучит. Просто, когда вы много читаете, много разговариваете, слышите правильных людей, вы видите правильную речь, вы видите правильные конструкции, вы видите правильное написание слов. В итоге все эти синтаксисы, грамматики и так далее, все это вам приходит с опытом. Так Миклуха Маклай, кстати, учился папуасскому языку. Ведь не было же и до сих пор, наверное, нет какой-то особой литературы. Тогда точно не было, как, какие правила в этом языке. Он просто жил среди папуасов, учился и, слава богу, его не съели. И, соответственно, он выучил язык папуасов. Но английский язык выучить легче. И вот эта гарнитура вам здорово поможет, потому что, когда вы слышите, слышите очень много, в вас входят какие-то устойчивые фразы, какие-то устойчивые конструкции, какие-то устойчивые слова. Вы в действительности понимаете английский язык, вы начинаете думать по-английски, потому что, если вы пытаетесь находиться больше в англоязычной среде, то есть, когда, пускай несколько часов на вас постоянно давят английский язык и никакого другого, соответственно, вы получаете то, что вам надо. Очень, кстати, рекомендовал бы поменьше зависать в каких-то русскоязычных тусовках. Используйте это для выгоды, чтобы искать работу, чтобы обмениваться какими-то знаниями, в том числе и по эмиграции. Но старайтесь не так много отводить душу в русскоязычной среде, потому что так вы из нее и не выйдете до конца своих дней. Таким образом, подводим итог первой части. То есть, это нужно, гарнитура вам нужна для того, чтобы вы учили английский язык. Через музыку песни, через новости, через аудиокниги, в том числе и по профессиональной литературе, вы становитесь более англоговорящим человеком. Второе, в действительности по профессиональной литературе, ребята, вы становитесь специалистом, вы слышите, вы видите, порой, если мы говорим про видео, вы понимаете, как в вашей сфере, в вашей отверстии говорят люди. Соответственно, вы становитесь таким человеком, это очень важно. Третье, вы становитесь человеком близким к этой среде. Вы не просто по английскому языку, вы по культуре, по мейнстриму. Вот чем живет Австралия, чем живет даже ваш регион, даже ваш поселок какой-нибудь, какой-то, я не знаю, сабарб. Вы местные новости тоже слушаете. Вы понимаете, что здесь важно, что здесь не важно, о чем говорят, о чем говорить не стоит. Вы становитесь, по крайней мере, у вас есть возможность, мимикрии вас уже, скажем так, принимают как своего, вас за своего принимают, ребята. И это крайне важно, потому что вы не должны быть стрейнджером, вы не должны быть чужеродным телом в этой системе, потому что чужеродное тело или обволакивается пленкой, и его попросту не замечают, как оно есть, так оно есть, как его нет, так его нет. То есть, как будто его и нет. Мы не замечаем этих иммигрантов. Или мы их отторгаем, если уже они очень для нас не подходят. Но такая же участь ждет и вас. Поэтому вот эта гарнитура, это общение, это знание местных новостей дает возможность вам становиться частью общества, частью общества, которую вы можете, в общем-то, и возглавить. То есть, вы можете это общество вести вперед, а не быть просто затесавшимся в эту массу, вроде бы как своим в доску, но не лидером. Ваша задача становиться лидерами, ваша задача становиться ценным элементом, и тогда вас не просто будут терпеть, вас подтянут наверх. Если у вас есть на то желание, вы не будете цепляться за дно, вас вытащить на поверхность, вас вытащить на самый верх этого общества. Таким образом, и стать своим, это тоже помогает вот эта вот гарнитура и помогает вот этот вот наушничек, который у вас на охе. Вы не забывайте, что наушничек, это не просто слушать радио, слушать английскую речь. Это и общение. Ведь у нас те же самые наушники, то есть спикеры, они запитаны не только на какие-то источники новостей или аудиокниги, это запитано на ваш мобильный телефон. То есть, одновременно вы можете общаться, одновременно вы можете искать своих партнеров, потенциально по браку, да, брачного партнера. Если, допустим, парень слушал новости два часа, и где-то даже фразы какие-то у него засели в голове, и тут какая-то девушка звонит, он сходу начинает говорить намного лучше, чем он говорил до этого, и чем он, казалось бы, мог говорить. Он говорит намного лучше, потому что он вытаскивает оттуда фразы, какие-то слова. И у него гораздо больше шансов не просто познакомиться, но и достигнуть близости с этим человеком, то, что самое касается и девушек. Ведь вы не просто говорите по-английски классно, вы становитесь частью этой жизни, вы становитесь человеком, с которым легко говорить. Если ему сказал А, то он скажет Б, В, Г, то есть, или А, он уже скажет Б, С, Д, И, то есть он, он attuned, он на той же самой волне. Поэтому, дорогие друзья, я хочу вас видеть в наушничках. И спасибо, Максим, за то, что ты помогаешь. Помогаешь не только мне, и тем более не только себе. Ты помогаешь другим людям своим примером. Спасибо. Спасибо. Спасибо.